Поставить нельзя, выбросить. Прежде всего, поставить депутат с этой дилеммой, как столкнулся каждый из нас, и не однажды. Поэтому сегодня предлагаем говорить о шведской уборке в шкафу, в домашнем архиве и, как следствие, мыслев. Вы на канале «Последний диджитал», канале «О личной современной истории». Здравствуйте. Почему вы на шведскую уборку, а не просто генеральную? На самом деле, в Швеции это слово, которое переводится как «предсмертная уборка». И вот когда сталкиваешься с этим понятием впервые, она тебя немного шокирует и так набивает. Потому что в нашей стране мы не ведем открытый разговор о смерти, о подготовке к ней. Шведы же не боятся говорить о выходе из жизни. Более того, шведская художница Маргарет Макусон продвигает идею о необходимости предсмертной уборки и написала про эту книгу. Очень жизнеутверждающую книгу, надо сказать, ставшую эксцентром. Несмотря на название, эта концепция не про смерть, вернее, не только про нее, а еще про свободу от вещей, про очищение пространства, про легкость жизни и про заботу о близких. На протяжении всей жизни вы успели собрать совершенно бесподобную коллекцию вещей. Вещей, до которых нет дела ни вашим друзьям, ни родным. Позвольте же мне помочь вам оставить о себе только приятную память для тех, кого вы любите. Это строки из предисловия книги Маргарет Макусон. Ей сама уже за восемьдесят, и она думает о том, чтобы ее пятерым детям не пришлось выбирать коллекцию вещей после ее ухода. В этом и есть забота о близких. Кто проходил через это, знает, как национально сложно вести порядок после смерти родного человека. Гандерут, документы, милые бездевушки. В каждом предмете память. И невероятно сложный выбор. Выбрасывая вещи в ушедший человек, тебе кажется, что ты словно предаешь ей. У шведов на этот случай есть особый термин «уборка после смерти». И вот там гораздо больше горят. Совет от Маргарет Макусона расхламить свою жизнь самостоятельно. Извести шкатулку с богатствами, куда вы получите важные только для вас вещи. Например, ракушка привезена с первой поездки на море. Или в мире к кинотеатру, где прошло ваше первое свидание. Все, что малоценно для вас, но не для родных. И договориться, что эту шкатулку можно без сожаления выбрасывать после. Подумать о своих детях и внуках заранее, в этом столько заботы и любви. Идея расхламить свою жизнь подходит не только пожилым людям, всем возрастам без исключения есть где навести порядок. Совет из книги. Начинать уборку лучше всего с гардероба. Это менее эмоционально запрятная часть, так считает автор. То, что не носили год, можно смело отправлять в пути. Эпоху вещизма сменила эра осознанного потребления. Но наши родители и мы, поколение миллениалов, помним время о дефицитах. Когда на вырост, в праздники, вблок или брать, что дают. И не нужно быть социологом, чтобы понять, как невозможность планировать покупки повлияла на культуру потребления. А от этого захламленные от тресоли, кладовки и гаражей. Знаете, родские высыпы в бары комнате сравнивают сдержимое домашнего шкафа с таким коллективным, бессознательным. Что вещи, скапывающиеся на тресолях, это все знаки памяти, а не старт и времена. Вот так достаешь какую-то заботую вещь, испытаемую глубин и вспоминаешь какую-то часть жизни. Называется, мне кажется, полезнее получить в наследство опыт, как жить в дефиците, чем что-либо купленное в фрок десятки лет назад. Для тех, кто живет в цифровой эпоху, другой вопрос, что мы оставим в наследство гигабайты неразоборных фото на самых разных носителях, от классических лет до облачного хранилища. По сути, мы оставим после себя в тысячи раз больше. А если добавить фотоальбомы, доставшиеся от бабушек, прабабушек, и каждое поколение будет прибавлять свой-свой памяти, где хранить, и как безболезненно передавать информацию от предков к потомкам. Разбор фото и видеоархива – это тоже часть минеральной уборки, и лучше делать это регулярно, скажем, раз в месяц, чтобы количество файлов не росло, как снежный пол, так что становится страшно даже приступить к разбору. Как это лучше сделать, можно подробно обсуждать, и можете вернуться к этой теме, она есть на нашем канале «Наследие Digital». Отцепровать важные собственные архивы, фотографии редков или санны документы, даже дневники, если ваш предок вел их. Далее загрузить на русский диск или в облако, а можно выбрать более современный и надежный вариант – цифровую капсулу времени. Она объединяет сразу два различных носителя – это диски и облако, а также все данные загружаются на персональный интерфортал. Вы можете менять место жительства, города и страны, но ваши архивы будут перемещаться вместе с вами, причем не в чемодане, а на экране ваших цифров, фотографии, видео, документы – все, что относится к прошлому вашей жизни, к настоящему и, конечно, к будущему. Как выглядят цифрова капсулу времени, мы наглядно показывали на бесплатном вебинаре, ссылка на него под этим видео, если вам интересно, пожалуйста, присоединяйтесь. И это уже первый шаг к тому, чтобы навести порядок в архивах, ну и, конечно, в своей жизни. Те, кто читал книгу «Шведская уборка» и применил советы Маргарет Магнусова на практике, сходится во мнение, что, во-первых, наводить порядок в своей жизни важно всем или в любом возрасте, ну а во-вторых, после такого расслабления появляется чувство легкости и свободы. Наводя порядок в шкафу и в архиве, вы словно по полочкам раскладываете свои жизни, свои эмоции, воспоминания, плохие и хорошие, свой опыт и свои знания. А когда в прошлом не хаос, а порядок, то легче смотреть в будущее, туда дальше, за горизонт. Легче представить, чего хочется к настоящему, к чему нам стремиться и уже не тянет назад в шкаф полно ненужных вещей. Есть место для нового, нового опыта, новых мыслей и эмоций, для новых смыслов, и можно легке идти дальше. Прошу вас поделиться в комментариях с собственными историями генеральной уборки, свои собственные или, может быть, близких, ушедших родных людей. Возможно, эти истории будут полезны другим, а кого-то поддержат в трудный момент. До встречи!